Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео моих находок из секонд-хенда, моих сокровищ. На улице страшный ветер, я надеюсь, что вам не слышно. И вообще, как бы осень уже вступила полностью в свои права. Все листья опали, в общем. Короче, картина довольно такая грустная, но тем не менее. Мы не унываем, потому что у нас вот такое вот разноцветное веселье находится на столе. И давайте будем смотреть. Ну что ж, давайте начнем. Первый у нас в показе вот такой вот кулон. Что-то я хрипла. Значит, тоже у меня есть цены к нему. 5.99 он стоил. Ну вот такие у нас сейчас цены. Иногда можно что-то купить за 3-4 доллара, иногда за 6-7. В общем, как-то вот такие вот цены. Очень непонятно, что и почем. Мой скрипящий стул, как всегда, подо мной. Вот такой вот очень красивый кулон. Никаких маркировок. Вот так он выглядит сзади. Я думаю, что это... Мне кажется, что это художественное стекло, девочки. Или пекинское стекло еще называют. Это, видимо, пластик. Не знаю. Такое у меня ощущение еще по вот этой вот обратной стороне. Вот такой вот красивый кулон. И очень интересная к нему цепочка. Посмотрите, какая красивая и интересная цепочка. Вот такая вот обычная застежечка. Очень красивое, необычное украшение. Значит, купивши его, я заметила, что вот здесь вот какое-то колечко. Видимо, к нему было что-то еще прицеплено. Видимо, какая-то, может быть, кисть с такими вот похожими голубыми камушками. Или с серебряными цепочками, возможно. Я постараюсь что-то найти. Может быть, вот какую-нибудь серебряную кисточку с цепочками. Или, может быть, и нет. Может быть, так оставлю. Вполне, как бы, мне кажется, что оно такое самодостаточное. Единственное, что вот это вот колечко осталось. Ну, я его либо попробую откусить, либо, в общем, оставлю так. Особо это не видно, не бросается в глаза. Еще я думала, что вот эти вот здесь вот не хватает. Потерянные бусинки. Но потом, рассмотревши, я поняла, что это так было задумано. Потому что не могли быть они все потерянные. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, это была вот такая вот задумка. Именно, что вот так вот это будет выглядеть. Вот такой вот интересный кулон. За возраст тоже не скажу. Думаю, что он более-менее современный. Никаких маркировок, никаких обозначений. Но очень интересная, очень красивая цепочка. Следующий кулон тоже из серии очень красивых. Вот он стоил 3,99. Ну, вот видите, почему, не знаю. Вот так вот они оценивают. Опять же, как правило, очень часто никакой особой логики в этом нет. Просто вот так вот они решили. Маркировок тоже на нем. Ой, нет, есть маркировка, простите. Сейчас я рассмотрю. Да, где-то я его даже находила в продаже. Сейчас я найду, поищу и вам расскажу. Да, маркировка, значит, это компания Celebrity. Я, честно говоря, никогда о ней не слышала. Вот первый раз слышу. Я не знаю, видите или нет. Вот такая вот написана Celebrity. Знак копирайта. И я первый раз слышу об этой компании. Но вот есть такая компания. Написано, что в продаже он заявлен как винтажный. Винтажный кулон. Застежечка у него вот такая вот обыкновенный крабик. Цепочка немножко такая, знаете, с звенья такие немножко с блеском. Но, в общем-то, обычное плетение, обычной формы. Очень красивый цвет. Бесподобный цвет. И мне кажется, что это тоже художественное стекло. Ну, вот так оно звучит. Не знаю, эти такие маленькие, трудно пристучать. Не знаю, девочки. Я очень плохо определяю на звук материал. Не научилась. До сих пор не могу толком определить, стекло это или пластик. Ну, вот такое вот красивое украшение. Очень красивый кулон. Яркий такой цвет бесподобный. Интересной формы. Интересно сделан. Маркирован. Красивая цепочка. В общем, все в нем прекрасно и замечательно. Очень красиво. Буду с удовольствием носить. Люблю такие вещи. Так что вот. Давайте рассмотрим. У меня сегодня много брошечек. Вот такая бабочка нашлась. Красивые, очень красивые кабошоны. Вернее, не кабошоны. Вы поняли. Вылетела из главы слов. Посмотрите, какие красивые синие. Особенно вот эти по краям. Как они сверкают и переливаются. Она сделана из такого черного металла. Задняя сторона вот таким вот образом сделана. Маркировок никаких нет. Ничего подобного я не нашла. Но я думаю, что она не очень старенькая. Я думаю, что она более современная. И вот много таких бабочек, очень похожих, я видела, находила в интернете. Но вот конкретно вот эту я не нашла. Вернее, я нашла что-то похожее, другого цвета кристаллы. Но не знаю. Трудно сказать. Потому что очень многие компании делают бабочки. Бабочки это вообще, по-моему, бабочки и цветочки. Это два любимых сюжета для брошек. Поэтому их очень много. Они все очень похожи. Но красивые, красивые, красивые голубые камни. Очень мне нравится. Симпатичная такая вещица. Я ее оставлю здесь. Потому что следующую брошку, которую я нашла, мне кажется, мы можем... Я могу носить их вместе. Хотя они не совсем совпадают по тону металла. Но по тону камней и вот по каким-то вот... По стилю что ли. Хотя здесь бабочка. Здесь просто вот такие вот два кружочка переплетенных. Это, наверное, винтажная брошь. Очень много есть такого типа броши. Я очень много их встречала. Очень часто видела. Два вот таких вот колечка переплетенных. Причем они бывают с разного цвета кристаллами. Сзади она выглядит вот таким вот образом. Явно такая винтажная брошь. И по застежке, и по тому, как она спаяна, по пайке. Мне кажется, что они очень подходят друг к другу. Единственное, что мне не очень нравится вот это вот место, как бы как припаяна застежка к этой броши. С другой стороны, если присмотреться, то... Может быть, вот таким углом видно вот эта застежка. А если его вот так вот приколоть... Ну, я примерю, я вам покажу, и мы посмотрим, как это видно и не видно. Видна ли застежка, когда прикалываете это все на одежду. Ну, в общем, вот такие вот. Вот такие две брошечки. Мне кажется, что их можно носить вместе. Это неплохо выглядит. Хотя, кристаллы похожи по цвету. Хотя, в принципе, они немножко разные по стилистике и по металлу. Ну, просто синего цвета кристаллики. Ну, посмотрим. Так, следующее украшение. Это вот такое вот у нас колье. Я находила его в продаже. Это бренд. Ну, собственно, здесь есть маркировка, поэтому я могу сказать вам сама, что это такое. Эта компания называется... Вот так вот. Поближе вам покажу. Не знаю, видно, нет? Лиа София или Лиа София. Это компания, которая... У меня есть один кулон от них. Я находила уже такой кулон в Second. Очень красивый такой цвет отил. Бирюзового цвета кулон. Я в нем даже уже какое-то видео снимала, показывала вам. В общем, короче, не знаю. Там то, что я нашла в продаже, там написано что-то винтаж, что-то стеклянные бусины. Ну, это не стеклянные бусины. Потому что, ну, в общем, мне кажется, что видны какие-то повреждения немножко такие, но под царапины. Потому что обычно на стеклянных бусинах царапин нету. Обычно царапается пластик. Такой, знаете, как будто затертый становится. Но не важно. Оно все равно очень красивое. Это такой немножко своеобразный кристалл безел. В общем, можно назвать то, что... Ну, хотя безел обычно круглый, а здесь квадратные такие прямоугольные формы. Но, в принципе, тоже как бы кристалл в обрамлении металла. Оно довольно длинное, это украшение. Вот такое оно длины. Я его сейчас сложу. В принципе, его можно носить по разу, откручивать вокруг шеи. Можно носить... Можно носить на... Просто вот полностью длиной, как сатуар. Очень нравятся его цвета. Очень красивый зеленый прозрачный. Очень красивый синий прозрачный. Есть зеленые, синие, непрозрачные камушки. Есть вот такой вот салатовый. Вот такое вот красивенькое, симпатичненькое ожерелье. Еще одна брошечка, очень яркая, очень красивая. Даже такая немножко забавная. Даже чуть-чуть детская, я бы сказала. Но она мне очень понравилась. У меня есть похожая, такая с фиалками. Не нашла... Что-то я ее не нашла сейчас. Я вам как-то показывала. Похожа она своим материалом, из которого сделаны сами цветочки. Но ту брошку я нашла, в принципе, в продаже. И нашла, что это за компания. И нашла, что к чему. А вот эту вот нет, не нашла. Хотя, мне кажется, что она тоже винтажная. И очень интересно глядела, она красива. Вот так выглядит ее обратная сторона. Вот таким вот образом. И вот так выглядит сама брошечка. Очень красивые вот эти вот кристаллики. Серединка на цветочках. Малевые листья. Красивые ножки. Желтый металл. Очень симпатичная, яркая, летняя цветная брошка. Забавная. Но вот этот материал, я не очень понимаю, что вот это. Как будто бы какая-то керамика. Или пластик. Какой-то... Затрудняюсь сказать. Причем видите, как здесь сделано. Вот эти вот листики и камушек наборные. И здесь есть клепка. Клепка такая, заклепка. А вот эти вот лепестки вставлены... Не лепестки, а ножки цветков вставлены внутрь. Вот в этот материал. Похоже на керамику какую-то, как будто бы. Ну, в общем... Ну, она такая довольно плотненькая, тверденькая. В общем, с ней, наверное, надо быть осторожной. Потому что листики эти, наверное, хрупкие. Но красивая брошь. И последняя брошечка. Брошь Павлин. Вот такая вот красотка. Необыкновенной красоты. Вы знаете, что? Я немножко затрудняюсь, что мне по поводу... Что я думаю по поводу этой броши. Много у меня сомнений. Я находила ее в разных источниках. Находила в продаже как винтажную брошь. Довольно дорогую. И находила на Алиэкспресс. Поэтому мне очень трудно сказать. Сделана она шикарно. Маркировок нет. Вот такая вот обратная сторона ее. Что-то мне как-то не кажется, что это Алиэкспресс. Потому что уж очень хорошо она выполнена сзади. И плюс иголочка такая немножко... Ну, возрастная, я бы сказала. Не производит впечатление такой новой сверкающей китайской штучки. Хотя... Сейчас так трудно определить. Потому что китайцы научились делать очень качественные, очень хорошие украшения. Но вот она действительно... Знаете, у них обычно как-то вот все-таки задняя сторона сделана... Ну, так сделана, что ее же все равно никто не увидит. Поэтому можно сделать так, что никто и не поймет, что это такое. А здесь, в общем, довольно хорошо выполнена. Есть вот такая брашировка металла. В общем, не знаю. И вот такая вот прекрасная красавица. Хотя на винтажную она как-то тоже не тянет. Нет уж, очень хорошо сохранилась она. Ну, может, просто хорошо сохранилась. Не знаю, девочки. Затрудняюсь и не знаю, что сказать. Очень качественные, красивые кристаллы. Хорошие, красивые жемчужины. Очень интересно сделано. Вот тут глазик такой черненький. Вот такая вот штуковина. У меня много сомнений. По ее поводу и я не знаю. Новая, современная, китайская, не китайская. Может быть, китайцы сделали просто похожую. Потому что их очень много похожих брошей. Вот именно брошей павлинов. Разных вариантов. Разных. Разные хвосты. Разные стразы. Разные камни. В общем, короче. Ну, вот. Именно такую я нашла. Ну, вот видите, нашла и там, и там. Вот не знаю теперь. Не знаю теперь, что и подумать. Ну, по-любому она очень красивая. Очень-очень красивая. Сколько она стоила, не помню. По-моему, доллара тоже 4-5. Ну, если бы я покупала на Алиэкспресс, я бы, наверное, заплатила бы столько же за нее. Вот. Ну, вот так вот. Что вы думаете? Напишите мне. Я, правда, в растерянности насчет этой броши. И не знаю даже, что и подумать. Ну, что ж, такие вот у нас сегодня были сокровища. Вот такие находки у меня сегодня. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, вас увидеть. Встретимся с вами в следующем видео. Примерки, болталки. Или вот мои находки из секонда. На сегодня все. Всего вам доброго. Всех люблю, целую. Всем всего самого-самого наилучшего. И всем привет из Канады. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok